Продолжение следует... Другой приглашенный понимает, что он выходит в эфир или под запись. Ну, это нам для практических занятий на будущее. Давайте я начну, и потом каждый из нас на равных ролях поучаствует вот в этой первой нашей видео-встрече. И давайте предлагаю делать так. Три-пять минут каждый говорит. Делаем паузу, передаем эстафету друг другу. Не перебиваем, дожидаемся, когда закончит спикер. И следующий. Договорились? Договорились. Я, конечно, Цыганчук, партнер компании в статусе изумруд. Принимаю сегодня участие в дискуссии об улучшении обслуживания и обучения именно на английском языке, на американском континенте. Сама я нахожусь на Багамах и работаю уже в трех регионах. Это Южная Флорида, Майами, это Багамские острова и Куба, в которых, в этих зонах я имею партнеров моей структуры. Мы столкнулись с рядом, я называю профессионально, фактов саботажа нашей предпринимательской деятельности. Согласно нашему кодексу, вот есть такая очень хорошая книжка, хоть она уже, ну, как бы была обновлена. Сейчас я секундочку прям покажу эту картинку, чтобы мы знали, о чем мы говорим. Это у нас есть очень хороший учебник «Маркетинг-план корпорации ФОХОВ». Здесь есть все отделы и морально-этический кодекс, и детали маркетингового плана, которые были усовершенствованы, но, тем не менее, в согласии с нашим правом, как партнера и владельца лицензии, это акция, мы акционеры. Если вы открываете английскую версию наших личных кабинетов, то вы видите «Franchising System Network». Ну, правильная терминология, на которой мы должны себя подготовить для общения именно с нашими англоязычными партнерами. В общем, тема нашей сегодняшней встречи, мы ее обсуждаем на родном русском языке, а усовершенствование системы обслуживания, что входит в логистика, отправка, инвойсинг и развитие наших структур по вот уже установленной маркетинговой системе. Сразу дополняю, чтобы была ясность. Я модифицировала маркетинговую систему в соответствии с традициями и особенностями островной жизни Карибского бассейна. Вот конкретно на Багамах. Передаю эстафету Нелли. Наташ, вот у меня вопрос. Ты… Мы вроде встречали… Подождите минутку, давайте представимся, мы же записываем. Здравствуйте, меня зовут Наиля Кашаева, по-английски Наиля Кашаев. Я партнер компании уже почти два с половиной года, но у меня пока никакого статуса нет. Я VIP-партнер, ранга, то есть нет. Я, значит, Наташ, я не совсем поняла. Мы вроде бы встречались по поводу письма, а у тебя… А твое письмо на какую тему? А, мое письмо насчет… Ну, правильно. Мое письмо насчет того, чтобы развить нашу систему, здоровительную систему в Америке. Все правильно. Система обучения и поддержки. Система обучения и поддержки, да, на английском языке. Все правильно, все верно. Какая твоя цель? Вот сегодня вот разговоришь. Ну, да, теперь я поняла связь. Хорошо, спасибо. Значит, нам не хватает английского обучения совсем. А русского хватает? Ну, это уже факт. Девочки, давайте 3-5 минуты. Что мы будем делать, да? Что мы хотим, что в будущем? Нам нужно… Вот ты показал маркетинг-план. Я его впервые вижу. Хотя я в компании уже 2,5 года. Я его впервые вижу. Или я сразу уехала из России в Америку. Нам не нужны объяснения. Сейчас ты себя представила и задача. Хорошо. Вот этот маркетинг-план нужно перевести на английский язык. Вот эту книжечку, чтобы… Девочки, ну что ж мы опять? Мы опять ходим вокруг да около. Ты для чего сейчас вышла на эфир? У нас всего 45 минут записи. Мы не 2 часа будем записывать наш базар. Нет, мы не будем. Правильно. Поэтому… Я не базар, я говорю, что в будущем… Хотела бы его обсудить. Правильно? Вот это ты должна сказать, а не я. Мы хотим, чтобы этот маркетинговый план, эта брошюрка была на английском языке. И еще лучше бы, чтобы она была в видео. Следующий. Какая еще задача у тебя сегодня? У меня еще задача насчет переводов. Нет, подожди, Нелли. Ты прислала письмо. Ты прислала письмо. Мы по этому содержанию твоего как раз сейчас пройдемся. Я пройдусь по-своему. Хорошо? У нас перевод на английский язык, видео, роликов, там, где люди говорят о своих результатах, чтобы был на английском языке. И еще… Ты записала, Нелли? Я написала, написала. Хорошо, у тебя есть записи. Ты считаешь, что ты все сказала? Можно передать эстафету Наташи? Давай, Наташ, я передаю тебе эстафету. Благодарю. Так, здравствуйте, меня зовут Наталья Егизарян, я в компании почти 4 года, я в статусе, ну, я уже подхожу к статусу сапфира в данный момент изумруд. Мои требования для развития Соединенных Штатов Америки. Постоянное обучение, скорее всего, на английском, но на русском было бы тоже хорошо в связи с тем, что у меня есть мои личные партнеры, находящиеся в Нью-Йорке, которые не имеют английского языка, но хотели бы взять обучение. Наташа, четко и ясно, пожалуйста. Я четко и ясно говорю. Партнеры. Что? Перевод, русский и английский обучение. Русский и английский. В каком плане ты хочешь их, Наташа? Я хочу видеоролики, обучение тоже в видеороликах на постоянной основе. Маркетинг английский, тоже в видеороликах. Русское обучение специалистов, потому что в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, партнеры, которые у меня... Не надо почему или потому, что ты хочешь. Все, не научись на постоянной основе, на двух языках. Одно предложение. Дальше. Второе предложение. Что? Я хочу, чтобы те же, те же самую продукцию, которые они поставили в Европу и в Россию, чтобы предоставляли нам тоже. Это, ну... Понятно. Все, продукция. Третье. Что? Ролики. Ну, как бы туда входит маркетинг. Пес-представительство. Да, чтобы нас... Ну, спец-представительства сейчас нет. Скорее всего, чтобы нас... Как это правильно сказать? Обучили. Нет. Обучили, да, и как бы признали спец-представителями наших регионов, ну, в данный момент меня, это с северной стороны Соединенных Штатов Америки. Это Пинсбук, Пенсионер, Нью-Йорк, Нью-Джинси. Все, 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 все. Вот ты написала что-то письменно в отношении того, что ты сейчас произнесла? Тот же самый. Мы составляли это письмо с Нелли совместно, которое мы отправили. Отлично. Хорошо. Давайте я сейчас пройдусь по вашему письму. Удобно? Да, да. Отлично. Я не буду всех деталей считать, я просто сейчас озвучу те места, которые с моей точки зрения нужно подправить. Вы согласны? Да. Так. Значит, идет обращение к амбассадору корпорации Макрушину. Это понятно почему, потому что он, это ваша ветка, и это тот правильный человек, который может представить ваши интересы. Здесь дополняю, мы предварительно много раз беседовали на эту тему, что лучше выходить сразу на амбассадора, потому что наши первые или непосредственные спонсоры, они не имеют этой власти. Поэтому, находясь там, где мы находимся, нам нужно сэкономить время и попасть, как мы говорим, сразу в десяточку. Да? Согласно с этим обращением. Дальше от кого? От вас, и там есть еще у вас одна девушка, Лора Губанова. Кто она, где она? Лара Губанова, это представитель тоже компании Фахо, она же проживает в Финсбурге, Пенсильвания. Почему она не с нами? Она развивает русское... Почему она не с нами на Зюме? Ну, потому что я ее не подсоединила в нашу группу. Я объясняю, когда мы включаем третьего, четвертого, пятого человека и обсуждаем, включая его имя, а он не здесь, то я считаю, что это неправильно. Я буду говорить за нее, потому что у нее двое маленьких детей. Подожди, у нас у всех печень. Я говорю закон этики. Если сейчас три человека обсуждают, это идет от нас, от троих. Других я могу присоединить двенадцать своих партнеров и выступить от них. Я пошла про ее письмо, она подтвердила и разрешила мне говорить от ее имени, так как я ее высшестоящий спонсор. Давайте вот так. Я с тобой согласна, Наташ. Я тебе говорю мою позицию. Я считаю, что это неприемлемо. Если мы обсуждаем, в обсуждении должен участвовать человек. Это его голос. На будущее для нас, чтобы мы знали. Хорошо? Все, продолжаю. Так, блин. Секундочку. У меня компьютер начинает. Так, все. Извиняюсь. Просим вас, как нашего аббассадора, это предложение полностью убрать. Особенно вот фразу, я сейчас скажу, как у вас звучит и скажу, как я бы сказала, лично со своей позиции. Посодействовать в достижении нами такого ранга. Это вы не уважаете себя. Я дам вам в сравнение, например, из своего заявления. Пример. Параллель провожу. Я цыганчук Наталья Ильинична, партнер компании Пухов, корпорации, квалификации «Изумруд», владелец 48 лицензий, номер такой-то, сертифицированный специалист по оздоровлению, программы Янчин, имею высшее образование и ряд других профессиональных квалификаций, диплом, дипломированный тренер по спорту, преподаватель по физической культуре с опытом работы в России, Казахстане, Кубе, Канаде и Багамах. Вам обязательно нужно подтвердить свой авторитет. Вот Неля у тебя есть и у Наташи есть. Вы должны понимать свою профессиональную подготовку, раз мы выходим на эту арену. Моя цель – стать имбассадором стран Карибского бассейна и подготовить специалистов и имбассадоров для нашей корпорации в Америке и южных территориях американского континента, конкретно Флорида, Южная, Багамы, Куба и Панама. Ну, это вам просто как бы сравнить, чтобы вы понимали. Если вы планку поднимете свою, вас будут видеть и уважать по вашей цели, а достижения, они будут накапливаться. Согласны со мной? Согласна. Дальше. Поэтому мы не надо. Так. Изучая американский рынок, для того, чтобы более эффективно продвигать оздоровительную систему Яншень и обучать население своих регионов методикам оздоровления по программе фахов Яншень, потому что Яншень, она известна, сама система Нерушинг Лайв или пествования жизни, если на русский. Да? Да. Она адаптирована корпорацией и именно научно-исследовательским институтом во главе с профессором Тан Юджи и основателем, он тоже биолог, бачелор, то есть специалист с высшим образованием Юфэй. Мы понимаем, что мы говорим профессионально с профессионалами, и это нужно подчеркнуть. то, что требуется для Соединенных Штатов, а именно проводить на постоянной основе обучение. А вот здесь давайте еще раз остановимся и каждый из нас выскажет. И снова три, там пять минут. Кто проводит обучение? Если это на русском, конечно, можно приглашать и проводить, как проводит эта Илона. И я соглашаюсь с ее приоритетным выбором приглашать Шокорову Юлию, потому что, во-первых, без перевода, во-вторых, Юлия как специалист, она представляет корпорацию как специалист и лектор, и очень, на мой взгляд, лично делает хорошее содержание всех своих подготовок. Если вы просто возьмете всю подборку Юлии Шокорова, и она осветила все, начиная от фарадотерапевтических поясов, все три ступени нашей системы Яншень, то есть регуляция очищения и восстановления, она освещала отдельные вопросы, например, женское здоровье. И только вот на этой базе, вот по моему опыту, я потратила, ну, наверное, месяца три, чтобы хорошо разобраться, прослушать и на этой базе построить свое. Но в то же самое время я делюсь со своими русскоязычными, перспективными будущими партнерами, и своих друзей, ее лекциями. Они доступны на Ютубе без всякой проблемы. Как часто Юля сможет делать это с нами? Здесь вопрос сложный, потому что все лекторы, которые работают по графику корпорации фахов, они вообще-то все в разъездах. Поэтому совпадать с нашими временными рамками – это сложно. А еще у нас очень много ведущих докторов, например, Мадина из Орска, Мадина Касимовна. Алло, застыла. Я тебе говорила, что она уберет? Алло, Наташа! Алло! Вот, то есть сейчас на Ютубе столько много хороших лекций, которые вам заменят вот эту работу, чтобы кого-то еще дополнительно приглашали. Хотя я поддерживаю. Должны хотя бы для авторитетности приводить таких знаменитых или успешных специалистов в рангах врачей высшей категории, которые работают не только по современной медицине, но уже давно применяют альтернативно, а конкретно работают с продукцией фахов. Вот в этом я, безусловно, согласна. В чем преимущество здесь? То, что в конце каждого вебинара есть вот это время задать вопросы. И здесь самое главное, что было недоступно в прошлой неделе на первом вебинаре на английском языке. Вот только тогда участники, которых вы приглашаете, задав вопрос и получив ответ, и понимают, что вы говорили ему ту же самую истину, может быть, не теми профессиональными терминами, как говорят врачи, но ваш тогда авторитет естественным образом улучшается. Согласна со мной? Согласна. Просто там, в этом письме, Наташа, написано в конце все на английском языке. После того, как идет перечень всех вот этих... Подожди, Наташа, мы пока идем предложение по предложению. Вот эта часть русскоязычное обучение. Я высказала свое мнение. Добавь свое мнение. Я хочу, чтобы вот видеоролики, которые есть на Ютубе, очищение, регуляция, восстановление. Очень хороший специалист китаец преподносит это на китайском языке, идет русский перевод. И я, насколько знаю, китайцы у них очень хорошие, у всех английский. И я заинтересована, чтобы вот такие специалисты китайцы выходили и говорили на английском. Такие же ролики. Наташ, давайте пока сейчас про русскую версию. Не меси все в один котел. Вот про русскую версию, которые доступны. И даже те китайские специалисты, которые говорят с переводом на русский, тебе что, очень сильно не хватает, чтобы у нас на постоянной основе был прямой эфир? Или ты можешь на протяжении, может, первого года, пока не разойдется твоя структура? Вот мне хочется услышать твою... Мне не хватает, потому что я хотела бы, чтобы хоть бы пару раз в месяц выходил специалист в высшей категории... Пару раз в месяц это не будет однозначно. Может быть, раз в месяц или раз в три месяца. Давай будем просить, Наташа, давай будем просить больше, а там как дадут. Давай вот так. Ну, давай, мы можем попросить что угодно. Я реально подхожу к этому вопросу, ну и поэтому считаю, что больше нас вместе... Глара, Глаза Витальевна, было бы хорошо, если бы они посылали бы специалиста именно на русскоговорящих в Соединенных Штатах Америки, на партнеров и на приглашенных, и чтобы люди, как ты послал, задавали вопросы. Никто никого никуда не посылает. Все работают в эфире. Хорошо, значит, это должна быть Zoom-встреча два раза в месяц уже для... Подожди, ничего не должно быть. Мы просим два раза. Хорошо, два раза. Ты просишь два раза, я считаю, что если один раз в два месяца, это уже дело. хорошо, Неря, твое какое мнение по этому, по поводу русского обучения в Америке, в эфире, в прямом эфире. Наташ, я с тобой согласна. Шукурова дает хороший контент, хорошее содержание. Если давать вот эти ролики русским, чтобы они прослушались сами, а потом встретиться на Zoom, чтобы ответить на вопросы. Ты дополнительно представляешь еще одну возможность делать нам совместный Zoom discussion, разговор только без Шукуровой. На базе Шукуровой мы обсуждаем ее обучение. Прекрасно. Вот это очень конструктивный вопрос. Я с большим удовольствием. И здесь самое главное. Наташа из Пенсильвании. Здесь мы с Нелли не должны ждать, что нам кто-то что-то сделает. Это мы просто организуем сами. Хорошо? Я согласна. С русскоязычным, да. Можно и наше время сохранится, и их время сохранится. Все, понятно. Значит, Zoom. Хорошо, отлично. В записи. Согласна. Теперь давайте переходим к английской версии. Обучение на английском языке. И это как раз наш основной камень преткновения, который мы пытались урегулировать, выйдя на эфир предварительно вебинара с госпожой Пан, доктором Пан и с переводчиком. Я четко помню, мы поставили правильную задачу. Квалифицированный перевод, и что нас конкретно интересовало, и традиционный аспект содержания вебинара, а также правильная терминология, невводная программа, потому что мы, я, Наталья и Неля, мы уже все прошли обучение и имеем свои сертификаты. Правильно? То есть я не согласна с той позицией конкретно директора нашего американского отделения Илоны Грекиной унижать достоинства мое и ваше как специалистов, прошедших обучение и сертифицированных. Это статус. Так вот, это у нас не случилось. И здесь подчеркиваю, большая ответственность лежит на плечах самого организатора. И мы просили в предварительной встрече. То есть у нас есть сейчас очень хороший пример того, что мы предприняли конкретные шаги и сейчас повторно. Мы не пойдем, я лично не пойду на обучение без хорошего переводчика. Кроме того, я в поисках своего нейтрального переводчика, доктора традиционной китайской медицины, либо того, который у нас работает на Багамах, либо я найду в Америке. Только для того, чтобы представить наши интересы и послушать качество перевода и как доктор подтвердит, соответствует перевод содержанию того, что говорит доктор Пан, потому что мы ни сном, ни духом не знаем, о чем она говорит. Может быть, она дает высший пилотаж, а знание английского языка не позволяет отобразить самого содержания, которое мы ждем. Понимаете? это не вина, Лек. Пропала Наташа опять. Наташа пропала. Алло. Алло. Да. Ты пропала. Мы не слышали последние фразы. Где мы слышали? С какой фразы? Что это не вина лектора. Да, а это вина организатора, подбор переводчика. Тем более, что вектор был задан, мы предварительную встречу проговорили на высших тонах, причем, и она не материализовалась. Но самое обидное и разочаровательное, что я указываю в своем обращении к нашему имбассадору, то, что неуважение и не обсуждение в эфире. Ценность каждого вебинара – это возможность участников задавать вопросы. Во-первых, нас всех выключили в видеосвязи. даже любой первый день базового БЭМа проводится так, чтобы видно было, кто участник. Мы потратили очень, я лично потратила очень большое время, чтобы побеседовать с каждым из своих партнеров, которые выбрали бы время эти два часа и прослушали. И у них у всех была ключевая задача задать вопрос, потому что все и сами прошли оздоровление, используя нашу продукцию. Многие прошли массаж по биорегуляции и у них были вопросы. Она обратно пропала. У нее, походу, там связь с интернетом. Алло! Скорее всего. не просто человек, который пришел на процедуру, а партнеры компании. Наташенька, хорошо, давай, время идет, будем, что будем делать для того, чтобы было обучение на английском языке? У нас должно быть, я считаю, один, два, три, да. Да, у нас должно быть вот такое пособие, оно может быть виртуальное, нам всем раздавали, я не знаю, как вы, у меня есть пособие по базовому курсу, продвинутый курс, невозможно дать такое пособие, потому что он идет живой, по каждому конкретному случаю, модели, поэтому его описать невозможно, но есть микс техника, смешанная техника, которая тоже доступна, моя проблема здесь, это в интерпретации и описание точек, потому что конкретно у каждого из нас есть люди, которые пришли за карьерой, не только за здоровьем, они хотят стать подготовленными специалистами, обслуживающие, использующие этот БМ и обслуживающие своих хотя бы членов семьи или клиентов, а здесь еще гораздо сильнее экзаминация идет, потому что если человек не подготовлен, его родные не примут, он неправильно проведет Наташенька, конкретно что будем делать? Интерпретация, арестание, название наших акапультурных точек, меридианов, схемами на английском языке, точно так. у нас осталось 10 минут. Преподношение информации техническим английским, прям, чтобы мы могли в будущем дублировать это и преподносить правильно американскому населению. Здесь я согласна, перебила тебя Наташа, только 10 минут осталось. Мы сами считаем для вас на профессиональном английском, когда будет хорошая интерпретация. У нас есть и медицинский персонал англоязычный, местный, с хорошим классическим американским английским произношением. Я лично могу обеспечить чтение этого. Наташа, ну давай не будем говорить только от себя. Ты живешь, мне нужно обучение на английском языке с правильной терминологией и преподносение информации как по обучению БЭМа, какая ценность этого БЭМа и каждого продукта девяти продуктов компарации ПАХО. Лично мне это надо для развития в любом случае нам нужен не только обучающий материал, содержание написанное, а для вас двоих нужны видеозаписи англоязычных специалистов. Мне видеозаписи не нужны. Если вам нужно, давайте их включим в наше прошлое. Вот пишем видеозаписи и сам материал. И правильное преподношение видеозаписи на английском языке маркетинга. Прямо поступно. Это тоже надо мне. Видеоролик. Видеоролик. на маркетинг план. Но мне он не нужен, вам нужен, пишем. Видеоролик маркетинг план. Потом, чтобы стать спецпредставителями и которые, чтобы у нас было легальное статус, да, что мы можем сами давать людям сертификаты, не ожидая. понятно. У них, я уже вам объясняла, есть специальная процедура в каждом отделении, в котором у вас вышестоящий спонсор. Вы к нему как раз это изложите и скажите, что следующий набор в спецпредсоветельство сообщите мне, чтобы я подала свое заявление, он за вас подать это не может, это вы должны, вы должны быть проинформированы. Я с Любой разговаривала. Далее у них идет конкурс, после этого вы становитесь официальным представительством. Здесь никто вас не ущемляет, и Лома к этому отношения никакого не имеет. Нет, да, но там, Наташ, Люба мне сказала, что там стоит возраст, и даже 58 лет не прошла женщина. Ну, это в стране, в нашей России, где очень большое количество молодого населения. На безрыбье рак рыба, у нас всего три лидера обнаружилось сейчас, вот нас трое, кто вышел в эфир, поэтому здесь возраст ни при чем. В нашей ситуации на ближайшие пять лет, если мы сами оценили себя, что мы в состоянии это сделать, я поставила себе задачу поработать плотно пять лет и достичь вот этого ранга. Поэтому я думаю, что нас большим им примут. Хорошо. Значит, еще, да, спецпроизводительство, маркетинг, и Наташа правильно озвучила, в Пенсильвании, что именно вебинары или даже ролики, не нужны вебинары, ролики записанные, которые мы можем давать. просить мало, вот перестань, не пусть они, мы... Хорошо, мы требуем, чтобы были ролики. Хорошо, Наташенька, оборот. Я хочу, я хочу, чтобы это было, вы понимаете, мою смыль, я считаю, компанию в ПАХО, БЭМ, продукцию, высший уровень пилотажа, и преподносить они должны это так, презентировать должны. Хорошо, Наташ, без эмоций, это у тебя в вашем письме не указано, я нигде это не прочитала, что ты говоришь, я считаю, научные разработки и технологию нашей корпорации настолько продвинуты или настолько передовой, и я бы хотела увидеть это в видео презентациях на английском языке. Поставь эту срочку. Хорошо, поставим, добавим. Так, ну и еще раз, в общем, не просите, что вам кто-то поддержит и вас кто-то там, ну как тут еще говоришь, посодействует. Вы ставите прям bullet point, один, два, три, задачи. И дальше не решил Макрушин, решила Алла Кауфман, не решила Алла, решил сам Юфей. Булат. Макрушин, это Булат, да. Я вообще считаю, что все, что касается обучения и научных разработок, это не сетевой отдел. Вы уже в этом убедились, поэтому вам, Макрушин сказал, и Таузбула тоже самое скажет. Я не Копенгаген в это, поэтому правильно Наташа обратилась к Газнелле, и нужно обращаться через Газнелле именно к китайским специалистам, которые являются членами колледжа по обучению и имеют связь с научно-исследовательским институтом. Вот в моей группе есть специалисты, инженеры со стажем нашего возраста, их интересуют конкретные данные по нашему оборудованию и по технологиям. Конечно, никто не спрашивает секрет, они хотят знать основное и то, что хорошо Ляо Шушен представил на китайском с переводом на русский. Вот нам я буду говорить, прям ссылаться на каких лекторов у меня конкретно это Шокурова нужно делать классный перевод, Мадину делать классный перевод, Ляо Шушена, ну и еще ряда китайских имен, которые я, к сожалению, сейчас с лету не могу вспомнить. Но я считаю, но госпожа пан, доктор пан, ее квалифицированный перевод. Вот хотя бы если бы этот объем нам был предоставлен, то мы вооружены и очень опасны для наших недругов, которые не заботятся о донесении знаний по здоровью каждому жителю нашей планеты. Соединенных Штатов Америки, потому что директор представительства Илона считает, что в Соединенных Штатах Америки нельзя развить оздоровительный, ну вот оздоровительную систему. Илона для нас не эталон, к сожалению, она в этом плане тоже не заинтересована развиваться сама, поэтому она все мерит по своей линейке, но девочки, я начинала наш разговор, мы партнеры и владельцы своих лицензий, это франчайзинг, понимаете, у вас есть права на развитие своего собственного интерпренерского бизнеса. Одна минута остается, две, так что давайте. Давайте попрощаемся, было очень приятно с вами сегодня встретиться, конструктивно. Мы переделываем письмо и пересылаем тебе через пару дней его, Наташа. Я прослушаю весь рекординг и прямо вот ты очень красиво все это описала. Замечательно. Хорошо. И с хорошей запись вам пошлю в группу. Сейчас я ее... Всем пока-пока, всех рада было видеть. Взаимно. Все, пока-пока. Счастливо. Пока. Стоп.